Всем привет друзья, вы на канале Шедвель Игровые Миры, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем Resident Evil Zero и как вы видите по нашим персонажам, которые оба держатся за бок и еле живы, смотрите на нашу линию здоровья, можно определить, что прошлая серия нам далась нелегко и это действительно было так, мы в конце серии уже отбивались не то что на последней пуле и с последним выстрелом, мы практически уже достали ножи и отбивались от монстров почти что ножами, последний выстрел прозвучал и последний монстр погиб и поэтому мы все еще живы, все еще живы без лекарств, практически без патронов, есть только вот лента никому не нужная, а у Билли есть гранатомет и 7 патронов дробовика, кстати в прошлой серии я поменял, поменял я им вот так, чтобы было равномерно, давайте наверное Билли оставим дробовик, а нашей даме оставим гранатомет, просто игра не сохранилась тогда, я уже после сохранения это делал и вот теперь пришлось это проделать снова, что у нас друзья вырисовывается, в прошлой части мы уничтожили босса сороконожку, тоже это было очень тягостное и ужасное зрелище, но мы все-таки победили, со второй попытки, но победили, смотрим по карте, как вы видите, я только в прошлой серии раскусил фокус вот этой клевой штукой на карте, смотрите, кнопка предметы оказывается служит для того, чтобы определять где и какой предмет важный я выбросил на карте, дело в том, что в этой части Resident Evil у нас ящиков просто нет и не будет, все лишние предметы нужно бросать на пол, а потом, как говорится, искать и подбирать, в общем, вот такую сложность нам подбросили разработчики, которые создавали эту часть, и вот приходится с такими трудностями бороться, но инвентарь, конечно, маленький до такой степени, что иногда хочется, так знаете, по-русски выругаться по этому поводу, потому что, ну, очень много времени происходит между взаимодействием двух персонажей, чтобы распределить, кому какую вещь нести, бросать жалко, я выбросил только за всю игру, только вот гарпун, который лежит, ну, еще на втором этаже у нас, смотрите, две точки, это нож, нашей Ребекки, который лежит возле странной двери со свечкой погаши, не зря его там положил, вот он будет как знаком нам, мы туда, может быть, вернемся, и второй знак, вот он сейчас по предметам посмотрим, вот он находится, видите, даже метки переключаются, белая статуэтка, которую я хотел забрать, но уже не было сил в конце прошлой серии, вот я решил сделать это в начале следующей, давайте я сейчас сбегаю, переключимся на нашего Билли, возьмем в руки ружьишко, нам очень нужно лекарство, очень нужна какая-то помощь, но ничего этого нет, давайте пока выбросим пистолет, потому что, ну, места вообще нет, вообще не существует места, вот лежит теперь у нас пистолет, смотрим, по предметам, да, действительно, он у нас теперь есть на карте, я не знаю, может гарпун поднести сюда ближе, что-то он не исчезает у нас из предметов, ну, ладно, понадобится, мы его найдем, и остается у нас с вами, ну, сейчас давайте я принесу эту штуковину, давайте оставим, оставим нашу напарницу стоять на месте, я, конечно, кстати, я не подходил и не взаимодействовал с этим портретом, ничего нельзя сделать, сейчас я принесу белую статуэтку и поставлю ее на весы и посмотрим, может быть, что-то да откроется в этом месте, главное сейчас ни на кого не нарваться, патронов очень мало, статуэтка находится где? статуэтка находится вот за вот этой дверью, там, где мы мочились с тараканами огромными, из последних сил, из последнего дыхания, сейчас, сейчас бы нам просто забрать эту статуэтку, кстати, тут еще дверь была, я ее так и не попробовал, ну, конечно же, она будет закрыта, узор воды, вот новый ключ, который нам надо найти, белая статуэтка, да, мы ее взяли и теперь можем доставить ее без проблем обратно, но надеюсь, что без проблем, поставим ее на весы и, может быть, откроем какую-то дверь, так, я вышел, весы будут сейчас прямо перед нами, перед этим давайте осмотрим статуэтку, может там какая надпись будет, игра, как я уже говорил в прошлой серии, сложна, очень сложна тем, что можно себя завести в тупик, кто смотрел первый бой с сороконожкой в прошлой серии, меня поймет и поддержит, так, поэтому нужно все взвешивать за, все за и против, а также, чтобы у каждого из персонажей было оружие и лекарство, но сейчас у меня, конечно, лекарства нет ни у кого, как я дальше играть буду, я не знаю, здесь есть отверстие сзади, сзади, да, отверстие, каменная статуэтка в виде, кстати, если есть отверстие сзади, значит, значит, к этой статуэтке что-то еще надо примандячить, а что же сюда примандячить-то нужно, ну ладно, давайте попробуем ее поставить, черная-то стала, это что-то такое? А, понятно, они уравновесились весы справедливости нашей, или слепого правосудия, или что-то такое, да, это справедливость, короче, надо еще какие-то детальки, я так понял, к этим статуэткам, там есть что-то сзади можно вставить, и тогда она уравняется с черной, тогда она станет чуть-чуть тяжелее, и, в общем, для нашей белой статуэтки нужен какой-то ингредиент. Так, надо определить, что нам выбросить, что нам из этого всего выбросить, чтобы не таскать с собой, поскольку, я так понял, ящиков у нас не будет, ящиков не будет, давайте тогда выбросим, например, вот это ружье, у нас будет тогда один дробовик на двоих, пусть тогда полежит здесь, я, конечно, надеюсь, что я его потом здесь найду, а сейчас давайте у напарника еще также повыбрасываем кое-чего, ну, например, 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 ленту можно оставить возле машинки, мы сейчас идем в соседнюю комнату, поэтому пусть лежит здесь, да и эту штуковину давайте выбросим здесь, я пока не знаю, что это, куда ее вставлять, если найдем, вернемся, я надеюсь, нам дадут вернуться, ну, потому что невозможно таскать все эти предметы с собой, пусть тогда лежат, пусть тогда лежат, все, и сейчас пистолет мы подберем еще, пистолет, а как же теперь их подбирать здесь, если они валяются все, как на мусорке, да не это, кошмар, надо было подальше друг от друга бросать, нет, не это, ну, вот беда, пистолет, я вижу, он у меня под ногами, да, берем, 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 все, три здесь и три здесь, по два слота у нас свободно и по одному оружию у нас есть, ну, что ж, пойдем, напарница, пойдем, пойдем, я не знаю, правда, чем мы будем отбиваться с тобой, хотя, зачем я ее беру с собой, непонятно, тоже вопрос, да, нож у нее лежит вверху, нож надо будет взять, давайте ей хоть нож дадим, возьми нож, будешь отбиваться ножом, блин, это как королевая игра, реально, атака будет, сейчас мы тебя сменим, потом нажмем, выберем, дадим тебе в руки нож, будешь хотя бы ножом отмахиваться, если вдруг кто-то на нас нападет, ну, конечно, если на нас нападут, можем сразу смело склеивать ласты, ну, что ж, вот сюда мы пойдем, пойдем впрямо, предметы у нас здесь все лежат на видном месте, надеюсь, мы их не потеряем, да, не, надеюсь, не потеряем, одна дверь, вот эта была закрыта на ключ, которая перед нами, в левую часть здания я не пойду, нас там отпинали однажды уже, и туда надо идти только уже, либо с гранатометом, там сортир есть, и еще одна дверь, я не понял, они воскресли заново, я же их убивал уже здесь, что они себе думают, а? Ну, сидите там, а, ключ, ключ у тебя же, открывай быстрее, открывай, я не буду с ними стреляться, у меня уже нету сил просто, заходим, а там что будет, то будет, так, мы на кухне, да, походу, переключимся на Билли, короче, воскресли заново все мертвецы, я не знаю, где на них брать патроны, и вообще, что они себе думают, в общем, мы вошли, кухня имеет кольцевой вариант, так, какая-то херня, газ для зажигалки, а зажигалка у меня, вот это что ли, да, это у меня зажигалка, осмотреть, описание, контейнер с газом для зажигалки, контейнер с газом для зажигалки, ну, давайте его поспробуем, смешать, ух ты, у меня зажигалка, оказывается, не рабочая была, теперь, что, гореть будет, да, друзья, теперь у нас есть огонь, а мы сколько каминов-то пропустили, в этом местечке, что, с холодильника, наверное, кто-то выбежит, о, бутылка, пустая бутылка, их должно быть три штуки, эта бутылка очень классная, мы можем три молотова заделать, если найдем три канистры, а где же их искать-то, холодильник, дверь повреждена, и не открывается, все, я больше ни черта не вижу, ну, давайте выложим, мне теперь три канистры надо, три канистры у нас, где, три канистры у нас, три канистры у нас, там, где стоят сейчас, две зомби, два зомби, и там, где гарпун у нас сияет, но в то место, можно еще как-то попасть, видите, там есть лесенка, а как же я туда попадал, чтобы не убивать этих зомби, можно через лесенку воспользоваться, да, и забраться, вспомнить нужно, куда шла лесенка, тогда будет чуть-чуть проще, ну, что ж, все, да, это я только ради зажигалки взял, а что ж мы жечь-то будем с зажигалкой, ну, вроде все, лекарств, ни одного лекарства не дали, изверги, но и не надо, сейчас главное не нарваться ни на кого, сейчас главное не на кого не нарваться, тратить свои без того, скромные пожитки в патронах, я не собираюсь, я не собираюсь, давайте теперь думать, как попасть там, где у нас гарпун, есть еще, кстати, сейчас, до мышки дотянусь, вот, будет проще рассказывать, есть еще в сортире, мы здесь с вами были, канистра и зеленое растение, но вот здесь по коридорам бегают ублюдки, бегают ублюдки прототипы нашего доктора Маркуса, и я вам скажу от чистого сердца, я туда не ногой, я туда не пойду, давайте думать, а, стоять, так, мышка, уйди, уйди, мышка, мать твоя, не хочет уходить собака, ну, куда идти дальше-то, второй этаж, камин был, там где лифт у нас, или, а, там еще была свеча, там где, видите, нож бросал, как я и говорил, там еще можно что-то поджечь, было, там писали, что она потухла, но мне надо добраться до, гарпуна, попробую сейчас подумать, как это сделать, чтобы забрать гарпун оттуда, прикиньте, если зомби будут появляться, постоянно, там канистра с бензином, еще стоит, ну, вот, я здесь есть, а, спуск есть, спуск есть, через комнату, все, я сейчас дойду до того места, назад, ух, какая система, здесь-то, ниппель просто, а что делать, если на меня нападут, у меня же здоровья вообще нет, короче, нам сюда сначала, ну, хоть статуэтки пристроил, не надо таскать их нигде, нам сначала сюда, сейчас посмотрим, потом куда, потом вот сюда, вот, вот эту дверь, если тут, конечно, никого не будет, я надеюсь, и что никого не будет, а, это тот самый балкон, где мы с боем прорывались, и где были растения, но больше нет, больше растений нет, тут нельзя выпрыгнуть, перила сломаны, хотя они не кажутся ветхими, какое-то большое чудовище, их сломало, вот, сейчас мы спустимся вниз, и сделаем коктейль молотого, наконец-то, мы спустились вниз, да, куда ж без него-то, куда ж без этого ублюдка, ну что ж, друзья, надо забирать, наверное, и гарпун отсюда нахер, так, канистра есть, канистра есть, потому что в эту часть, я думаю, нас постоянно будут зомби здесь оживать, давайте смешать, ух ты, шесть штук еще к тому же, шесть штуковин, бери, подруга, наверное, гарпун отсюда нахер, я не знаю, наверное, нам все же еще пригодится, потому что, а что, у меня нет двух свободных слотов, да, действительно нет, действительно нет, ну давайте тогда обменять, и положим сюда канистру, а наш парень тогда возьмет гарпун, бери, да, беришь ты гарпун, отнесем его в холл, потому что здесь зомби будут постоянно, в эту дверь выходить нельзя, хотя там есть дверь вниз, что это такое вниз, для меня пока, а вот что такое вниз, тоже какая-то хрень, тоже какая-то хрень, не знаю, что это за хрень, надо и там будет проверить, сейчас быстренько, спокойно, пробираемся с вами, в холл, где мы разбросали все наше оружие, я не знаю, там мы все, наверное, оставим, я кого-то слышу, нет, здесь никого нет, здесь пока нет никого, да, но мы уже возле холла, выбросим гарпун, и может быть канистры выбросим, они нам пока нахер не нужны, а бутылок-то все равно нет, а вот молотов надо держать при себе, это один из вариантов отбиться от, например, насекомых, которые, два молотова убивают насекомого, здесь, я так понял, безопасно, враги, по идее, не должны быть, возле места, где находится печатная машинка, давайте попробуем, выбросить гарпун, потому что там, где он лежал, было очень опасно, пусть лежит лучше здесь, раз нам все это может понадобиться, будем тогда складировать все эти вещи, выбросить, ну все, все, найдем еще три бутылки, будет у нас тогда еще три молотова, а пока что наша цель, я не знаю, там вниз что-то есть, что такое вниз, опять же здесь быстро не пройдешь, поэтому пойдем, наверное, там, где у нас нож еще сияет красным, я специально его там оставил, странная, подозрительная дверь была, и раз у нас есть зажигалка, пойдем ее откроем, единственная мать его, а там же зомби стоит один, вот сука, еще сейчас один патрон придется потратить, а что дальше делать, вот закончатся патроны, лекарство уже закончилось, что дальше делать, игру заканчивать, заново начинать, экономить патроны, или что, у меня уже истерика, нам не сюда, нам назад, и в этом месте был зомби, я помню, я тогда от него убежал, но теперь я от него не убегу, вот здесь он будет сейчас нас встречать, поэтому приготовились, и встретим смерть, как говорится, с открытыми глазами, идет, 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 с одного хоть сдох раза, с одного сдох раза, ох, патрончики мои, патрончики, где же вы мои родные, я так и думал, что этого суку придется еще раз убивать, и там еще два даже осталось, в общем, они периодически появляются, но не появляются-то патроны, вот, кстати, нож, и это самая странная дверца, а, вот, смотрите, подсказка, смотрите, подсказка сзади, свеча, зажигается, вот эта вот лампа, какую-то дедуля ее зажигает, и дверь, наверное, откроется, да, а, я на нее не нажимал, понятно, в общем, все надо обжимать и обшаривать, вот такая вот подсказочка была здесь, ну, что же, давайте возьмем нож, что там будет у нас за дверью, даже тяжело представить, ну, давайте подожжем, зажглась наша, наш огонь веры, и дверь открылась, дверь щелкнула, отлично, вот что только за этой дверью, по сути-то, комнатка перпендикулярная, и никаких ответвлений нет, но сколько там будет животных, или кого, надо держать под рукой гранатомет, или не знаю, сейчас умру, и все, это представь, представьте, вот сука, про это я говорил, у меня остался один выстрел, ну, неужели зомби с гранатомета-то теперь бить, ух ты, да, действительно, патроны для гранатомета, патроны для гранатомета, меняемся подружка, меняемся оружием, а что делать, а что делать, придется, опа, влезли, 12 выстрелов с гранатомета, у нас теперь есть, ну, в монстров, понятно, приятно бить с гранатомета, а в собак, а в собак, например, что, тоже с гранатомета стрелять, ладно, что тут у нас, биология, полка заполнена книгами, а что тут делать-то, а, вот, что тут делать-то, возьми в руки, наверное, гранатомет, дружище, я надеюсь, мы дойдем до лекарства, вот мы пробрались и во вторую комнатку, это как, книжная полка, да, некоторые фрукты на картине гнилые, о, я не знаю, до какой поры надо двигать это все дело, все, 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 может задвигать придется обратно, good, книга добра, ну, давайте возьмем раз добро, добро нам не помешает, а что, 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 что дальше делать, э, э, использовать не могу, смотреть, наверное, как, и коробочку с кольцом в поезде, да, наверное, открыть надо, да, это уже тема наша, и что это такое, здесь что-то тут есть внутри, крылья ангела, а, вот куда вставляются эти крылья, в ту самую статуэтищу, в ту самую статуэтищу, она вставляется, а дальше что делать-то, так, гранатомет надо не забыть, 12 выстрелов, хорошо, ладно, этот вопрос закрыт, оно мне еще, а, так мы его равновесим просто, и все, да, получается, а вот еще комната, кстати, одна, слева от нас будет, смотрите, с красным, с красной дверью, мы еще там не были, ну, вот это, конечно, ходьба, с вот этим вот здоровьем, в режиме опасно, меня, малость напрягает, сейчас выйдем, нападет какой-то зомби, собака, таракан, и все, конечно, спасибо за 6 патронов гранатомета, но, но это же не годится, никуда, где я, вот, друзья, здесь еще, вот еще одна дверь, у нас есть ключ, давай, о, все, ключ больше не нужен, да, нахер его выбросить, все, ключ больше не нужен, а что там за дверью-то нас ждет, ой-ой-ой, заходить, не заходить, ну, давайте зайдем, сейчас выстрелю с гранатомета, и взорвусь, наверное, вместе с зомби, и с собаками, и со всем на свете, внимание, ух, прошла дрожь, прошла дрожь, вот только что тут делать, да, да, я заикаюсь, когда знаю, что тебя с одного удара могут убить, точно сейчас какая-то скотина, о, не лекарства, нет, сука, патроны, записка, патроны, и еще одни патроны, такое место, что может кто-то к нам, пожаловать, дуй сюда, бери патроны, пригодятся, 6 штук, аж, 6 штук, комбинировать, один не влез, это печально, один не влез, поэтому берем, патроны со стола, эти 15 должны, лучше бы лекарства дали, какое-нибудь, да вылечите меня, смешать, еще одно место есть, там вон какая-то, какой-то огонек, давайте, наверное, лучше от этого лица, принимать, дневник замдиректора, 2 сентября, как всегда, полезных людей практически нет, интересно, по каким критериям, что квартире отбирают сотрудников, ладно, на этот раз, есть двое неплохих ребят, подающих надежды, Улиам и Альберт, я так понял, речь идет про Уэскера, да, 21 сентября, прагматик Алл и теоретик Уэлл, эти двое, прямая противоположность друг другу, более того, между ними зарождается серьезная конкуренция, если же говорить о сходствах, могу сказать, что в глубине своих глаз, они скрывают самые сокровенные тайны, 7 октября, внезапно мне позвонил директор, он сказал, что необходимо сделать этих двоих яростных соперниками, директору Маркусу больше озабочен своими исследованиями и редко проявляет интерес к людям, впервые с момента основания учебного центра он заинтересовался чем-то еще, что ж, приказ есть приказ, я исполняю его со всей тщательностью, я заставлю этих двоих цепиться друг к другу в глотке, все окей, все окей, ну и вот какая-то штуковина, что это такое, я, о, а вон, смотрите, включился свет и рог засиял у этого, у этого, блин, оленя или что это, лось, по-моему, сюда никто не прибежит на свет, а как доставать-то? не понял, как достать, стрелять что ли? может подсадить надо кого-нибудь? я не знаю, как доставать. ну и как сюда заползать-то вообще? не понял-то, а вот-вот-вот, а как мне туда пробраться-то? он сейчас собрался толкать эту вещь, ну и мы ее можем толкать, а как забираться-то на нее? нет, ну если бы я раньше это сделал, как ее толкать? а дальше что, она хоть восстановится назад? или опять загружаться? у меня нет слов у меня нет слов как толкать? ну понятно, что ее толкать надо, но мы ее перелезли раз, а дальше что делать? наверное, не стоило сюда выходить, стол назад встанет, как это было в оригинальной версии игры, когда запаривал да, все в порядке, ребята, теперь этот стол двигается, до этого он просто до этого он просто был а, все, надо было одного человека оставить там, ни хера не пойму, а как его оставить там, если стол не обойти с двух сторон, ну ладно, оставайся здесь, Роджер! Твою ж мать! как же это осуществить, если она к стенке не двигается, а сейчас стол вернется, если нас там нет? нет, стол, естественно, не вернется, все, вернется, все в порядке, нужно было только худенькую Ребекку туда запихнуть и стол пододвинулся, смотрите, ух, я же распереживался, а теперь берем толстого кабана, Билли, Билли заползает, у него, естественно, нет места в инвентаре, поэтому крылья передаем тот, кто их заслуживает, и берем какую-то херню, здесь что-то есть, это что-то стрелка часов, да, у нас такое добро есть, а у нас часы есть без стрелки, ну что ж, теперь давайте выходить, предлагаю поменяться пока что оружием, нет, поменяться оружием, почему не могу поменяться оружием, потому что мы далеко стоим, вот теперь я могу поменяться оружием, Вот так вот Все таки гранатомет это гранатомет Неизвестно как он себя поведет Возьми ты блин в руки уже его И теперь у нас стрелка есть часов И крылья Давайте сначала сходим вниз Я боюсь открывать эту дверь Сколько всего сделано сейчас Если вдруг меня грохнут с моим Гребаным недоздоровьем Я себе этого Не прощу Блин какой накал Мы сейчас вот здесь Как то быстро 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 Надо спуститься В принципе мы можем подняться сейчас Вверх Там были тараканы Мы прямо возле этого места стоим Ну давайте рискнем Друганы И посмотрим мать его Что за этой дверью Нет не за этой А нам в любом случае не сюда На лифта только одного человека вынесет Нам обходить придется Да Поэтому по любасу пойдем сохранимся Не будем уже испытывать Если дойдем конечно Не будем испытывать судьбу на прочность Да все нормально Назад Нам главное в холл выйти А там А там будет видно Что делать дальше Да Камера делает Дезориентацию Самым страшным оружием В игре Вот так если на время Куда-то бежать придется Представьте Сколько я здесь напарю Горячек Так тихо Тут спокойно Спокойно Можем сейчас в холл выйти Без проблем Можем даже прилепить Сразу крылья К ангелу Но у нас это не получится Нет места Понятно Ну чуть-чуть патронами обжились Чуть-чуть у нас появились Патроны понемножку Стали появляться Давайте выбросим Что выбросим то Да и выбросить то нечего Ну давайте по чуть-чуть Будем выбрасывать Сначала это Давайте крылья пристроим Пойдем Да в любом случае Не хватит места Ох тормоза какие Да Твою же мать Как же меня это задолбало Давайте выбросим И это уже Да выбросим Все ножи выбросим Все на свете выбросим Пойдем Заберем крылья уже Крылья Отдай 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 Крылья Вот так вот Ну у нас теперь склад Теперь у нас склад На первом этаже Я не знаю Разработчикам так больше нравилось Да чем Когда вещи лежали в ящике Я не понимаю этого хода Когда Просто на полу Все в куче валяется Так Давай Правую Правую заберем Правую заберем И прилепим туда крылья Да Первую статуэтку Собрали В общем Надо еще вторую Собирать Собирать И собирать Можем ее даже Примастить сюда Теперь я не могу ее поставить Обратно Интересно Ну давайте Уберем Эту статуэтку Раз Нем нельзя Поставить Две Давайте Поставим Уже Эту статуэтку Одну И поставим Вторую Ну что ж Опять Зло Не уравновешивается Теперь Добро У нас Стало Весить Больше Давайте Спустимся В этот Ужас Кромешный Вот он Блин Где валяется У нас все На полу В полном Хаосе Как это все Собрать Теперь Повезло Что я быстро Нашел Ленту В этом Безобразии Так Лента Есть Что у нас У Билли Билли Тоже Стрелка Есть Оружия В принципе Предостаточно Можем Сейчас Сохраниться И подниматься Вверх Давайте Засейвимся Все Таки Много Сделано А у нас Здоровье Не к черту Давайте На восьмерочке Сделаем Сейв Ребекка 08 Хол Отлично И вот Здесь Выбросим Нашу Ленту Ну это Ужас Конечно Я не знаю Это Большой Минус Вот так Выбрасывать Предметы На пол Ну что Это Не вида Никакого И вообще Ни черта Нет Интересного В этом Все Ну что Два Предмета Там Стрелки Часов От стрелки Мы избавимся Ну пойдем Теперь Пойдем Наверх Но лучше Взять Пистолет Гранатомета Жирновато Будет Если она Будет Стрелять Ну а Билли С винтовкой С дробовшом Вернее Все Пойдем Часы У нас Находятся Если Заходить В эту Дверь Да Или Опять Я не туда Иду Опять Я не туда Иду Нет Все правильно Если По лестнице Сейчас Поднимемся То мы Окажемся Там Где Убивали Сороконожку А потом Просочимся Мы с вами К часам Ну Сохранились Это самое главное Это самое главное Даже Лекарств Нет Уже Немножко Стало Легче Тут Дверь Закрыта Надо Пройти Через Вот тот Дворик Где На нас Нападали Птички Я надеюсь Птички Не вернутся Если вернутся Мы больше Убивать Никого Не будем Мы будем Просто Бежать Вперед Бежать Без Остановки Без Зазрения Совести Отличный Вид Камеры И Вот Она Дверка Вот Она Родная Дверка Сейчас Мы К часам Нашим Большим Придем Надеюсь Тараканов Тоже Не вернут Обратно Если Вернут Я Пас Да Таракаш Таракаш Больше Нет Но Расслабляться Не стоит Не стоит Молотов У меня Надо Молотов Держать Под рукой Давайте Втыкнем Эти Стрелки Не могу Я их Втыкнуть Что Не сюда Что Ли А Часы Чуть Чуть Левей Вставляем Стрелку И Массивные Часы Повернуть Стрелки Да Ух ты Ё-моё Лево Право Часовая Стрелка Окей Обалдеть Тут еще И время Надо Выставить На какое Аж время Мы там В заметках Ничего Не получали А ну Файлы Файлы Один Файлы Два Записки Проводника Это явно Не отсюда Информация Для кандидатов Сотрудники Вот это Что Ли Ну это я читал Дисциплина Преданность И послушание Это не тот документ Я не знаю Записка проводника Это не тот Размазная система Пассажиры Инструкция для руководства Может быть Это да Это поезд Да Это поезд Это поезд Нам уже прошли Это Все Прошли Ищем цифры Ищем какие Нибудь цифры В этом тексте Нихера нет Применение Гарпуна Вряд ли Ордер на перевозку Может быть Это А это Про нашего Билли А вот Какое Что это Был 073 Ну так Сейчас и не выставишь Они по 5 минут Выставляются Ну все Сообщение Сообщение Для Персонала Вот Друзья Вот их И зелененьким Выделили Вот это Уже Оно 815 815 Хорошо Что выделяют Хорошо Что выделяют Так Жмем Часовую Право Право 1215 А теперь нам надо Часовую стрелку Двигать Часовая стрелка Влево Надеюсь Получится Потому что У меня больше Версий И вариантов Как открывать Это Нет Все 815 Да 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 Так Какая-то Дверь Открылась И еще Какая-то Дверь Открылась Ну что Мы справились Мы справились Друзья Теперь Давайте Посмотрим Карту Что Открылась Так Это Закрыток С кругом С двух сторон Это Подвал Он тоже Нам пока Не ясен Аааа Смотрите Слева Открылась Дверь Блин Там Где Зомби Бегает У меня Тут Маршрут Будет Теперь В одну В один Конец У меня Будет Путь Ё-моё А вторая Дверь Где Открылась А вторая Дверь А Вот она Сереньким Выделена Там Где Не был Прямо С холла Дверь Прямо В холле Которая Не открывалась Видите Слева Сейчас мышкой Покажу Слевую мы Открыли А вот Эта Дверь Не открылась Отлично А вот Сюда Я не знаю Как сюда Ити Здесь Монстр Появляется Назад Дороги Уже Не Будет Ё-моё Ну вот Нам Открыли Ещё Две Двери Ну ладно Если Меня Убьют А меня Убьют С первого Удара Вот Сука У меня же Лекарств Нет А там Монстр Уберите Мышку Уберите Мышку Ну пойдём С гранатомёта Будем Тогда Мочить Хотя Мы Молотов Бросали В него В этого Слизьского Наверное Да Или Не бросали Не помню Уже Идём Обратно В холл Нам надо Вернуться С вами Ну без Лекарств Это не Серьёзно Мне в любом Случа Придётся Вернуться Обратно Ну в сортир Я заходить Не буду Хотя Там есть Лекарства Я не знаю Что делать Ладно Если меня убьют Ничего страшного Я сохранился Здесь недалеко И главное Что мы нашли Пароль от Ключей Вернее Проверили Странный код Я ещё тогда Обратил на нём Внимание Но не думал Что Он что-то Откроет Кстати Это были Те самые Двери На которых Был написан Часовой Механизм Круто Ключ Сюда не нужен А Вот ещё Какая-то Странная Дверь Останется У нас Но это На потом Наверное Да Мне лекарства Нужны Позарез Сейчас Влево Вот эта Дверь Открылась Только что Был Кадр Ну ладно Убьют Так убьют Пойдём Ещё раз Наберём 8.15 Не впервой Нам Стреляй Как мы Чётко Да Стреляй Ни хера Себе Вот это Мы Постреляли С нашей Мадмазель Меняться Нельзя Значит Кто-то Ещё Жив Ну и Ошибаться Нельзя Да Кто-то Ещё Жив Фантастически Стрельнул Потратил Два Выстрела На что Можно Да Можно Обменять Значит Все мертвой Дайте мне Один Патрон Спасибо Хотя бы Три Будет Там Двенадцать Опасно Опасно Вот теперь У нас Здоровье Равное Вот это Вот круто Теперь Одно Прикосновение К нам И мы И мы Трупяки Четыре зомби Здесь гуляло Давайте Сразу же Соберём Патроны Патроны Нам Восполнили Немного Но Восполнили Ну хотя бы Так Смешать Сем Три В принципе Молотов Был Но Как тут Ориентируйся С такой Камерой Если бы Была Информация Сколько Здесь Мертвецов И куда Бежать Давайте Читать По порядку Все Стихотворение Луна Поклонилась Земле Той Что Солнцу Быть верно Клянется Так как Солнце Порядок Везде Основой Всего Остается В нем Путь Славе Сокрыт В нем Нашим Рукам Не Открыть Райских Врат Странное Стихотворение Наверное Какое-то Головоломище Здесь В нем Спрятано О Это Еще Один Диск Это Еще Один Диск Который Мы Знаем Микропленка Б Давайте Ее Передадим Что Еще Тебе Можно Передать Да Все Больше Те Ничего Не Передам Но Что Сделать С Таким Здоровьем Кто Нибудь Мне Кто Нибудь Мне Расскажет Что С Этим Делать Ну Ладно Это место Мы Обыскали А Что Теперь Идти На Первый Этаж Так Там Мы Не Пройдем Та Ё Моё Вот Сейчас Не Мешало Сохраниться Не Известно Что Там Нас Ждет В Этой Комнатке Вот Сука Та Ну Так Мы Уже Все Открыли Давай А Есть Еще Проход Вниз Там Еще Что То Может Быть Давайте Сходим Вниз Одно Прикосновение Мы Трупы Давайте Попробуем Сходить Вниз По Сути Это Теперь Обходить Надо Через Хрен Знает Как Первый Этаж Подвал Еще Есть Ну Давайте Сходим В подвал В общем Достали Мы Какой То Второй Диск Я Не Знаю Зачем Мы Его Достали Мы Очень Сильно Страдаем У Нас Много Здесь Валяется Предметов Но Все Не Бесполезно В общем Сейчас Сюда Выходим И Давайте Грохнем Того Мертвеца Он Меня Задолбил Если Честно Там Гулять Это Последнее Место Куда Мы Еще С Вами Не Ходили Зачем Ты Стреляешь Если Стреляю Я Сука Но Она Добивает Таким Образом Кстати Нормальный Тандем У Нас Получается Но Патроны То Не Казенные Их То По сути Конечно Можно Было Не Убивать Но Раз Уже Зашли Давайте Сходим В Эту Часть Подвала Потому Что Теперь У Нас Только Дорога Ити Там Где Мертвец Бегает Слизняк Где Мы Нет Не Сюда Назад Вот Здесь Мы Не Были Ну Наверное Сюда Нам И Нельзя Да Я Боюсь Пробовать Здесь Парк Это Это Опасный Пар Это Очень Опасный Пар Все Друзья Вопрос Закрыт Я удивлен Что Я Еще Жив А Как Это Все Выключить Ну В общем Не Пройти Не Пройти Не Пробежать Все Теперь У нас С вами Одна Дорога Вопрос Закрыт Одна Дорога И Эта Дорога Ведет К Слизняку Зачем Я тогда Их Убивал Вот Сука А Слизняк Без Гранатомета Там Не Разобраться Ну Что Ж Предлагаю Сохраниться Тогда Давайте Соберем Ключевые Предметы Может быть Мы Там Их И Применим Потому Что Пленка Осталась Одна По сути У нас С вами Пленка Пусть Она Будет А И Б Может Быть Еще С Будет Наверное Вот так Пусть Будет Да В принципе Можно Самому Попробовать Сбегать Туда Так Будет Меньше Шансов Что Меня Убьют С Гранатометом Могу Побежать И Из Ключевых Предметов У меня По сути Это Только Остались Вот эти Две Пленки А Если Оно Не Влезет Ладно Со Мной Пойдешь Реально А Если Оно Не Влезет Дальше Что Я Буду Делать Окей Обменять Пойдем Вдвоем Сейчас Сохранимся И Аминь Назад Дороги Не Будет А если Будет То Придется Отбиваться С помощью Гранатомета Или Коктейли Молотова Тоже Вариант Но Один Удар И Мои Трупы Бери Ребекка Вот Эту Штуковину Давай Потратим Еще С Тобой Одну Ленту Кошмар Девят Девятый Слот Ну Что Ж Друзья Вперед 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 Назад Уже Дороги Не Будет Надеюсь Там Нас Подкормят Ребека С Пистолетом А мы С Гранатометом Будем Гасить По Полной Вот Эта Гребаная Дверь Куда Мы Ломанули С Самом Начале И Получили Люлей Здесь В сортир Заходить Не Будем Там Хоть И Канистра Но Хер С ней С этой Канистрой Все Нам Нам Сюда Здесь Дверь Открыта Ну что ж Если Можем Обменяться Значит Здесь Спокойно Неспокойно Кто-то Идет Я не знаю Попал Или Нет Это Охеренно Конечно Когда Ты Не Видишь Что Там Происходит Это Просто Чудненько Она Как бы Дополняет Мой Выстрел С Дробовика Ну Ё-моё Опять Я Выстрелил В Пустоту Что Это За Игра Такая С Таким Уровнем С С С С С С Лечить Будут Нас Нет Никто Нас Лечить Друзья Не Будет Никто Нас Лечить Не Будет Аж 30 Патронов Дали 15 Сюда Забыл Выбросить Ленту Да Что Что Будешь Делать Ну Ладно Может Быть Это Судьба Нам Назад В любом Случа Идти Отсюда О На Экране Сейчас Ничего Не Отображается А Вот Тут Что То Есть Что То Здесь Есть Проектор Здесь Есть Вот Это Уже Тема Тут Книга Есть Какая Это Проектор Для Микропленки Ну Что У Меня Есть 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 Микропленка Аж Два Вида Дайте Лекарство Какой Нибудь Изверги А Это Что Дыра Что Или Что Это Такое Отойди Нет Это Не Дыра Ладно Самое Время Теперь Применить Сюда Микропленку А Дальше Я Что мы будем Делать Мы В Ловухе Но Хоть Сохранились У меня Есть Микропленка Давайте Вставим Сначала А И Вставим Вставим Б А Это Конференц Зал Друзья Я Называл Это Аудитория Помните Там Где Большой Компьютер Стоит И Еще Какая Хрень О И Диск Вытащился Диск Живыми Живыми Попробовать Выскочили Выскочили Выжили Прикиньте Мы Все Еще Живы Мы Все Еще Живы Мать Его Ну Что Пошли В Конференц Зал Пошли В Конференц Зал Диск У Нас Сейвы Возьмем С собой Если Что Сохранимся Там Ну Вот Такие У нас Пирожные Получаются С вами Конференц Зал Хоть Здесь Да Конференц Зал Здесь Мы Прямо В него И Входим Там Кстати Тоже Места Много Может Босс Между Сидениями Можно Будет Бегать А Может Быть И Не Будет Так Ну Что Здесь Пока Все Тихо Что Тут Делать В Эм Конференц Зале У Меня Есть Теперь Диск Мо У Меня Этот Диск Есть Вернее У Меня Дискетку Можно Сказать Загрузка Доступ Получен Система Сброса Активирована Введите Код 2D Пароль 2D Здесь Нет Устройства Ввода Понятно Ты Стой Тут 2D Помните Нумерация Была 0 1 2 Вот Это Первая Штуковина 2 2 3 4 3 5 6 7 Я Я Я Запомню Мне Нужны Файлы Я Надеюсь Не Только На Прожекторе Это Все Осталось О Как же Хорошо Что Здесь Кадр Микрофильма Сохранился Что Не надо Бежать Обратно 2D 2D Короче Крайняя К Входу И Крайняя К Выходу Только Слева Блин Как Хорошо Что Он Сохранился Это Просто Чуденько Вот Эта Вот Первая Должна Быть Ну Я Ее Нажал И Вот Эта Вот Последняя Должна Быть Или Нам Надо Одновременно Их Нажать Ну Вот Так Да Да Получилось Ух ты Открылись Двери А теперь Давайте Вспоминать Где же Эти Гребаные Двери Мы С вами Видели Все Мы Открыли Ну С нашим Здоровьем Мать Его Ну С нашим Здоровьем Только Сейчас Куда То Идти Ух Не Расстраивайте Меня Не Расстраивайте Так Одна Дверь Была Слева В конференц Зале Вон Она Большая Теперь Она Открылась Теперь Мы Куда То Еще С вами Вопремся Это Хорошо С одной Стороны Одна Дверь У нас Остается Закрытая Вот Одна Дверь У нас Была Вверху Там Где Мы Сороконожку Прикончили И Одна Дверь У нас Во двор Выводит Смотрите Все Шикарно Я Все Двери Все Три Двери Помню Наизусть Но Предлагаю Вам Снова Потратить Еще Одну Ленту Раз У нас Такой Юбилей И Такое Крепкое Здоровье У Обоих Ну Понятно Что Лента У меня Нет Лента Есть У нее Раз Мы Открыли Три Двери Самое Время Сохраниться И Миновали Слизняка Это Очень Круто Сколько У меня Там Лента Осталось Надо Останавливать Эти Сохранения Постоянные Уже Десятая Как бы У нас Еще и Ленты Не Закончились Ну Мы Доползли Я Не Думал Что Мы Так Далеко Доползем С Вами Что У нас С Лентами Ну Так Себе Пять Лент Осталось Да Все Туда Давай Сейчас Перезарядим Патронтаж Наш Будет Е 15 7 И Убили И Убили Наверное Заберем Гранатомет Ну Ну Конечно Слизняк Пытался Нам Помешать Вот Здесь Что-то Находится Давайте Попробуем Раз Нас Пропустили Сюда Значит Нас Здесь Ждут Внимание Сейчас Два Два Мешать Мешать Пятнадцать И Два Осталось Два Осталось У нашего Бойца Вот Вот Такой Вот У нас Дефицит Скоро Будет И Патронов И Здоровья Здоровья Уже Давно У нас Дефицит С Начала Серии Два Ублюдка Здесь Ходили Что это за дверь Есть дверь влево Есть дверь вправо Давайте Зайдем влево Там все таки Узко Как-то Хоть чуть-чуть Посмотрим Ну Она Пистолет Не достает Значит Здесь Безопасно Наверное И Предметов Здесь Нет Так Я вижу Подходим Ух ты Я вижу Синие Травы Синие Травы Применяются Нами Против Отравления Ну Ну вот Наконец То Первое Здоровье Кто Будет Этим Счастливчиком Который Его Скушает Скушает Давайте Вылечим Мужика Да Наконец-то Он у нас Стал Чуть-чуть Крепче Ну что ж Один патрон Остался Теперь Проблемы С патронами И осталось Две Синих Травы Они отлично Помогают Против Ну вы понимаете Да Против Отравления Значит Скоро Будут Пауки Но Пусть Соберет Их Ребекка Тогда Пусть Она Их Себе Сохранит Со Своим Здоровьем Смешивать Вместе Я Их Не Буду Потому Что Две Лучше Чем Одна И Давайте Переключим Нашего Парня На Дробовик Какой-то Химикат Мне нужен Контейнер Чтобы Взять Его Контейнер Бутылки Были Бутылки Были А дальше Что Делать Так Записи Участника Первой Следовательской Команды Мы Обыскали Комплекс И Обнаружили Частью Целепчих Химикатов Они Как и Полагается Хранили Специальных Балонах Мы Только Начали Изучать Их Детали Пока Не Ясны Но Как Оказалось При Определенном Сочетании Некоторые Препараты Способны Менять Свой Состав Вдобавок Ко всему В хранилище Химикатов Полный Бардак Скорее Всего Это Типичный Произвол Начальства Нежели Последствия Какой-то Аварии В будущем После Восстановления Комплекса Вероятно Возникнет Необходимость Решить Вопрос Утилизации Этих Химикатов На Обратной Стороне Что-то Написано Красный Синий Серная Кислота Зеленый Красный Стерилизующее Средство Ладно Если что Это Сохранилось У нас С вами Что же Дальше Это Делать Но мы Здесь Только Вылечили Нашего Парня И Все А Вот Ребекка Продолжает Быть В Опасности Все Эта Комната Зачищена Впереди Еще Одна Еще Одна Комнатушечка Хоть Теперь Бери И Сам Туда Входи Ну Давайте Может Она Поддержит Нас Огнем Все Таки У нее Десять Патронов Еще Есть Можно Конечно Оставить Ее Здесь Давайте Я Наверное Ее Оставлю Вдруг Кто-то Нападет Один Укус И Все Так Я Блин В играх Обычно За одного Персонажа Отвечаю Здесь Их Уже Два Патроны Патроны Давайте Смешаем Один Ну Один Пусть Будет Какие-то Шахматы Еще Патроны Напалмовый Гранат Это Для Нашего Дробовика Это Что Такое Ух Ты Здесь Нам Намекают Намекают По Быстренькому Сохраниться Сейчас И Гранатомет Дополнительно Поэтому Я Настоятельно Рекомендую Тебе Сейчас Зайти Туда Забрать С полки Забрать С полки Вот эти Штучки И У нас Их Будет Уже Восемь Наверное Да И Пойти Наверное Сделать Сейв Что-то Мне Эта Комната Не Нравится Какое-то Как поле Битвы Знаете В шахматах И вот У меня Это Это Может Предстоять И Тем Более У меня Одно Ранение И Ребекки Больше Не Будет Убивать Всех Зомби Я Не Хочу Ты Идешь За мной Ты Идешь За мной Нет Вот Эта Комната Сейчас Мы Что-то Сделаем А Потом Будем Думать Что Делать С Этими Гребаными Шахматами Ох Сука Отлично Вот Это Я Вышел Обошел Покрутился И Вышел Молодец Так Теперь По Карте Пойдем По Нормальному Да Сохранение Совсем Рядом Налево Сейчас Засейвимся Давайте На том же Сейве Который Был Мы Ничего Собственно Не нашли Но Раз Нам Дали Три Ленты В этой Комнате И Гранатомет Надо Надо Прислушиваться К советам Игры Она И так Жестокая Конечно Но Вот Тут Что-то Пытается Нам Сказать Есть У нас Сохраненная Лента Она У нас Медперсонала Сохранимся На том же Месте Перезапишем Сейчас Десятый По моему Слот Перезаписали Мы Слот Ну Все Теперь Можно Без Страха Какого То Идти Вперед Идти Разбираться Что в той Комнате Будет Правда У нас Еще Две Двери Открылось Это Только Одна Дверь Твою Мать Но Здоровье Моей Подопечной Меня Немножко Расстраивает Нам Дали Одно Лекарство За последние Несколько Часов Игры И последних Несколько Десяти Комнат Давайте Переключимся На нашего Парня Ну Поехали Да Скорее Всего Может быть Разборка Но Посмотрим Давайте Теперь Ощупывать Эти места Что тут У нас Что-то Лежит Хотя Что тут В столе Что-то Да Шахматная Доска Похоже Партия Завершилась Матом Да Хоть бы У нас Не завершилось Все Матом Я Конечно Играл Шахматы И что Мне это Делать Раз Мне так Близко Их Показывает Наверное Что-то Надо Делать Отойди Стой Там Не мешайся А Наверное Наверное Расставить В том же Порядке Что-ли Тут Почти Так же Или Так же Стоит Один В один И нас Поджал Ферзь Да По-моему Да Только Он Стоит Не тут Он Стоит Или тут Мать его Надо Соблюдать Схему Вот Сюда Надо Его Пододвинуть Стоять Ну Вот Так Походу И Все Что-ли А я Бегал Сохранялся Блин А здесь Оказалось Все Намного Проще Книга Зла Я Не могу Взять Эту Вещь Мы Сейчас Соберем Статуэтки Мы Сейчас Без Проблем Соберем Статуэтки И Откроем Какую-то Дверь Да А Что-то Еще Есть Дневник Маркуса 4 Декабря Наконец-то Мы его Синтезировали Этот Новый Вирус Мы Назовем Его Прародитель Я Хочу Взять Его С 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 Можно Скорее Начать Детальное Исследование 23 Марта Мой Партнер Спенсер Подал Идею Основать Компанию Что ж Пока Это Не Меньшает Изучение Прародителя Я Не Против Пускай Делает Что Хочет 19 Августа Спенсер Открыл Учебный Центр И Предложил Мне Его Возглавить Не знаю Почему Но Этот Человек Становится Слишком Назойливым Со Своим Детищем Но Думаю Я Смогу Использовать Это Своих Интересах Для Исследования Столь Загадочного Вируса Необходимо Особое Место Место Где Никто Не Будет Вмешать Но 30 Декабря Люди Спенсера Сегодня От них Опять Поступили Жалобы Они Думают Что Прародитель Это Еще Один Инструмент Для Получения Выгоды Вот С тех пор Как я Занимаюсь Своими Исследованиями И без Того Отвратительный Голос Этого Человека Звучит Все Громче Я Добьюсь Коммерческого Успеха Прародителя Чего Бо Мне Это Не Стоило Не Обходимо Сделать Исследования Более Предметными 19 Сентября Наконец Появилась Перспектива Создания Нового Штамма Вируса На Основе Прародителя В результате Множества Экспериментов Решающим Фактором Стало Скрещивание Вируса С ДНК Пиявки Это Первый Успех Т Вируса И Первый Усовершенствованный Штамм Прародителя 23 Октября Бесполезно Я не могу Надеяться На дальнейший Успех Экспериментируя На морских Свинках Если я Не начну Использовать Людей В качестве Подопытных Исследование Зайдет Тупик И уже Никогда Не выйдет На новый Уровень 15 Ноября Кажется Кто-то Заметил Мои Эксперименты В этой Части Здания Но мне Плевать Они Помогут Моим Экспериментам Если будут Мешать 13 Января Дело Сделано Мои Прекрасные Пиявки Эти Никчемные Людишкам Никогда Не испытать Подобного Чувства Удовлетворения Теперь Окончательно Заткну Спенсер И буду Управлять Всем Вот как Появились Друзья Эти Пиявки 31 Января Я заметил Следы Использования Одного Устройства Спрятанного В моей Комнате Похоже Кто-то Искал Здесь Т-вирус Глупые Шавки Наверняка Все это Дело Рук Прихвостней Спенсера 11 Февраля По нескольким Предметам На днях Я обнаружил Что кто-то Изучал Вход В мою Секретную Лабораторию Придется Принять Необходимые Меры Если Они Хотят От этого Но пока Что поручу Уильяму И Альберту Разобраться С ворами Эти двое Единственные Кому я могу Доверять Кроме Моих Прекрасных Пиявок Но Спенсера Это Еще не Конец Ведь Так Я Объявляю О создании Этого Вируса На ближайшем Совете Директоров И получу Наконец-то Что я Заслужил По праву Дневник Маркуса Мы нашли Первую Часть Появление Тех самых Гребаных Вытащим Что там Черное Крыло С нее И теперь Мы можем Слег Слег С легкой Блин С легким движением Руки Открыть Врата Все Меня больше Здесь никто Не держит Я думал Здесь будет Что-то Серьезное А зачем Еще Три двери Нам Открыли Я забыл Свою Напарницу Я Сказал Ей Стоять Возле Стола Она Так И осталась Стоять Возле Стола Стоять Роджер Так, окей Окей Так, ну что ж, друзья Все компоненты у нас собраны В принципе, у нас одна дверь уже Сейчас откроется с помощью крыла Которые мы уравновесим добро и зло И две двери еще открылись Поэтому смело можем пока что Делать паузу и отдохнуть Малость от этого хаоса, который мы пережили В этой серии В этой части мы с вами Чисто мозгами работали Практически ни с кем не воевали Но все прошло успешно В следующей серии мы пройдем дальше Поэтому давайте остановимся Пока, спасибо, что смотрели Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал С вами был Дмитрий Канал Шедвиль Игровые Миры До новой серии, друзья Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...